Продолжение следует... Продолжение следует... Кворум имеется. Сегодня свои дни рождения отмечают Татьяна Олеговна Алексеева и Борис Давыдович Зубицкий. Давайте поздравим наших дорогих коллег. Ставлю на голосование проект повестки за основу. Включите режим. Покажите результат. Повестки принят за основу. Переходим к выступлениям представителей фракции. Выступает Николай Васильевич Арефьев. Коллеги, рассаживайтесь, пожалуйста, по местам, успокаивайтесь. Начинаем работать. Продолжение следует... 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 то мы будем считать, что сегодня война с Белоруссией уже началась. Вот это эмбарго на ввоз мясных и молочных продуктов привело уже к антагонистическим противоречиям между двумя республиками союзного государства. Вот я являюсь депутатом союзного парламента. Мы недавно только встречались с депутатами Белоруссии. Почему по надуманным предлогам мы сегодня объявили торговую войну Белоруссии? К чему это приведет? Мы запретили транзит в Казахстан автомобилей, пришедших с Белоруссии. Мы хрупкое создание, таможенный союз, разрушаем собственными руками. Почему мы это делаем? Почему у России не остается друзей, а остаются одни враги? Мы от стран ближнего зарубежья отказались, от стран дальнего зарубежья нас оттеснили. Мы остаемся один на один со своей проблемой. И вот сегодняшнее решение Центробанка – это уже наступление на саму Россию. Потому что ключевая ставка в 17% не позволит развиваться нашей экономике, и экономика может обрушиться уже в этом году, хотя остались считанные дни. Разве так можно делать? Тогда напрашивается вопрос – а что же происходит в стране, и к чему все это может привести? Давайте рассмотрим, есть ли опасность вообще разрушения экономики Российской Федерации. 23 года интеграции в мировую экономику привели к тому, что Россия стала полностью зависима от поставок с Запада. По крайней мере, на сегодняшний день 47% продовольствия мы закупаем за границей, и около 70% промтоваров закупаем там. Откажут нам в этом? Значит, мы поднимем руки. Через открытые двери наших границ к нам поступают все больше новые товары, но самое главное, что к нам перешла вся торговая иностранная сеть. Вот она и торгует импортом, и не берет наши отечественные товары, которые реализовать практически невозможно через иностранную сеть. Нужно национализировать торговлю. Тогда можно будет поднять сельское хозяйство, тогда можно будет поднять свою промышленность. Но, к сожалению, никаких шагов на этом рубеже, к сожалению, не делаются. В это же время проводятся какие-то странные санкции в отношении Российской Федерации. Но посмотрите, в чем странность заключается. За 9 месяцев торговый оборот со странами дальнего зарубежья у нас составил 87,6%, согласно данных статистики. Это от общего объема. И он уменьшился всего на 2%. Причем из 19 государств, которые торгуют с Россией из дальнего зарубежья, 8 повысили объемы товарооборота, остальные понизили, но незначительно на 2-3%. То есть происходит торговая валоризация на уровне обычных лет. Никакого особого изменения в товарообороте не произошло. В то же время на 10% сократился товарооборот со странами таможенного союза и со странами ближнего зарубежья. А ведь они санкции не объявляли в отношении Российской Федерации. То есть колебания объемов товарооборота со странами дальнего зарубежья обычные, а вот со странами ближнего зарубежья необычные. Самое интересное, что с главным врагом России Соединенными Штатами Америки торговый оборот увеличился на 12,6%. А ведь они как раз натравливали все государства против Российской Федерации. Но не только это. Мы разместили свои деньги, вложили в ценные бумаги Соединенных Штатов Америки порядка 118 миллиардов долларов. У нас в своей стране в экономике не хватает денег, а мы отдаем Соединенным Штатам. Так они нам враги или все-таки самые лучшие друзья? Изобретенный правительством налоговый маневр понижает цены на углеводородное сырье на Западе, но увеличивает внутри страны. И получается, что на словах война с Западом, а на деле война с российским народом. Если бы была война с Западом, то Россия должна была бы к ней готовиться, укреплять армию, укреплять экономику, укреплять социальные институты. Но у нас все наоборот. Если в 2013 году на вооружение было сигновано 2 триллиона рублей, и гособоронзаказ был выполнен всего на 25%, то в этом году чиновники говорят в два раза больше, то есть на 50%. А на следующий год выделено 3 триллиона. Как их будут досваивать при таком исполнении бюджета? Что касается укрепления экономики, то в Соединенных Штатах снизили энерготарифы, уменьшили налоги на бизнес, понизили проценты по кредитным ставкам и тем самым заставили вернуться бизнес домой. В России сделано все наоборот. Чтобы выгнать бизнес из дома, обрушен рубль, повышены налоги, повышены тарифы, налоговый маневр, повышена ставка рефинансирования, повышена ключевая ставка, повышены в размере обязательные платежи и повышены налоги и обязательные платежи на малый бизнес, который с Нового года начнет ликвидироваться практически полностью. То есть созданы условия, при которых бизнес развиваться не может. Косвенная реакция уже сегодня. Отток капитала прогнозировался 64 миллиарда, на сегодняшний день уже прогнозируется 140 миллиардов. Я хотел бы сказать, что на сегодняшний день правительством ничего не делается для того, чтобы развивать импортозамещение, для того, чтобы решать вопросы вывода страны и бизнеса из кризиса. Я полагаю, что на сегодняшний день надо принимать кардинальные меры для того, чтобы экономика поднялась, а не заниматься исследованиями. Время уже упущено. С марта месяца действуют экономические санкции, и страна должна решать вопросы сама. Я думаю, что для того, чтобы не бросить народ в бездну нищеты, мы сегодня с вами должны решить все эти вопросы. Спасибо. Владимир Вольфович Жириновский. По поводу курса рубля, это, конечно, нас всех должно волновать. Я согласен с тем, что здесь главная вина на руководителя ЦБ, Центрального банка. Любой зарубежной стране уже бы подал в отставку со слезами на глазах, что вы, Центральный банк, обрушили нашу национальную валюту. Так был чёрный вторник, 1994 год, так был 1998 год и так далее. Везде, когда происходило обрушение, ЦБ или министр финансов немедленно уходили в отставку. В Новой России им было стыдно, потому что это прямое следствие их дел. Их дел. И, конечно, поднимать ставку платы за кредиты уже 17%, значит, другие банки поднимут 20-25%, никто не будет использовать. Это бесполезно. То есть другой путь. Все кредиты сделать только целевыми, связанными. А ставку опустить 4%, 5% ниже инфляции, пусть будет. Компенсируем банку из бюджета. Но все, кому надо, получат кредиты, и экономика будет развиваться. Самое худшее, когда мы сейчас установим кредитование всех тех проектов, которые начали работать. А надо возвращать деньги. Они даже работать не хотят. Это скрытая форма изнутри ударить по экономике и вызвать недовольство. Не получается военным способом, не получаются наркотики, не получается болотное, Майдан, значит, ничего не получается. Крым, ничего уже, Донбасс, бомбят каждый день, ничего не получается. Значит, нужно нанести удар изнутри. Не политический, а финансовый. Если все финансы мира мобилизовать против рубля, конечно, ему тяжело. На защиту рубля должна стать в том числе и армия, если потребуется. Если наш рубль вас не устраивает, то у нас есть вооруженные силы для уничтожения наших внутренних врагов и внешних угроз. Они уже начали разговаривать, что там по Болгарии еще не все решено. Они уже почувствовали, что они больше проигрывают. И Обама уже говорит, что, может быть, не все санкции действуют, надо. Они тоже боятся. Потому что они укрепляют Китай и Европу. Что Америка хотела? Чтобы Европа была под ней? Так слабая Европа будет под ней. А если Европа с дешевых цен нефть поднимается, она не будет с Америкой. А Китай очень рад. А в это время представители государства ИГИЛ уже на всех континентах устраивают теракты, захватывают заложников. Потому что это сделали все здесь. Америка. Конечно, и рубль трясут не случайно. И террор всемирный. Вот создание уже террористического государства. Это же все не случайно. Сейчас, посмотрите, затихло. Вот в Австралии аукнулось. Сейчас что? Они же будут накапливать силы, вооружение. И куда они ломанутся? Афганистан. С Афганистана в Среднюю Азию, чтобы беспокоить нашу Сибирь и Урал. И на восток. Китай, уйгурские регионы, мусульманские. Хороший лозунг. Защитим наших мусульман. Их мусульман. Суниты против шиитов. Прикрытие. Якобы межрелигиозная борьба. На самом деле все. Это вот запасной полк США. Столкнуть не удается Россию с Китаем. Россию от Европы до конца оторвать не удается. Тогда запускается запасной мусульманский батальон. В любом случае война. Мелкая. Розничная, так сказать. Но пакостная. Беспокоящая. И это все будет идти 21 век. Вот 21 век. И зачинателями этого процесса у нас явились ельцинские демократы. Только вчера я узнал, что оказывается у ультрадемократической партии Демвыбор России был свой спецназ под названием Гром. В Киеве Беркут. Официальный спецназ у президента Украины был. А это у политической партии. Вот они шли к вооруженному перевороту. Что если не получится Ельцина удержать у власти обычным путем, не успеем раздербанить всю страну. Поставил патриота Поливанова, значит, Ельцин вместо Чубайса туда. И спецназ Гром охранял американских советников, пока они уничтожали все документы. Когда пришел новый руководитель госком имущества. Чтобы скрыть, сколько они успели, вывести, переоформить и сделать так, чтобы нанести огромный ущерб нашей стране. Надо все это публиковать. Говорить. Это не должно быть в отдельных передачах где-то. Поэтому наш комитет по общественным наукам, по общественным организациям должен провести круглый стол в феврале-марте и дать все эти исторические факты. Что происходило и до сих пор происходит, чтобы эти процессы правильно оценивать. Потому что, ведь кроме удара по финансовой системе, продолжает унижать наших граждан. Норвегия и Финляндия постоянно забирают детей. Представляете, до чего дошло? Уже основание забрать ребенка, что мама его очень любит. Это вообще идиотизм. Мама любит, надо забрать. На Западе не любят, я знаю. У них никакой любви нет. Там только деньги, квитанции и так далее. А тут русская мама все еще остается душевной женщиной. Любит своего ребенка забрать под этим видом, что это окажет вредное психологическое воздействие на ребенка. И куда отдают? В другую финскую семью. И та получает пособие. То есть бизнес. Зарабатывать на русских детях. Панель на русских женщинах. Панель русские дети. Панель депутаты российского парламента. Вот там справедливая Россия, по-моему, можно уже распускать. Она в эмиграции находится. Гудков покупает особняки в Лондоне. Рядом с хозяином своим, МИ-6, английская разведка. Чтобы из окна в окно передавать информацию. Знаете, такое есть? Рафаэлла конфеты передают. Рекламный ролик. Любимый парень с девушкой. Через дожитые окна. Гудков будет открывать окно. И как Рафаэлла направлять туда информацию. Какова обстановка в России. А информацию будет привозить Гудков младший. Связник, так сказать. Ленинский курьер. Теперь уже не Ленинский, а Болотный курьер. Поэтому здесь мы виноваты. Лишить мандатов. И Гудкова младшего теперь. И Пономарёва, и Митрофанова. Так же нельзя. Что это за фракция, за партия? Если напрямую сотрудничают с зарубежными спецслужбами. Или находятся за границей. То есть объявить безвестно отсутствующими. Гражданский кодекс позволяет. Безвестно отсутствующие. И на основании этого превратить полномочия. В этом зале я просил вас не лишать неприкосновенности депутата Игорь Заряна. Вам объявили, что он там мошенник, что-то такое. Так вот Лондонский суд, не наш, разобрался. И никакой не мошенник Игорь Зарян. А Керимов Сулейман должен ему 250 миллионов долларов. Или часть гостиницы Москва. Сами себя позорим. Наших два депутата оставьте в покое. Хозяйственный спор. Нет вы, под суд отдать. Чего Лондонский суд его не арестовал? Или в Америке. Разобрались. И Керимову они, эта московская мафия, Лужковская, должны четверть миллиарда долларов. А мы неприкосновенность под суд отдать. Нельзя такими быть наивными. Вы должны понять. У нас три дефекта, которые нам мешают жить. Наивность, доверчивость и доброта. Вот пока не поборем эти дефекты. Они в семье хороши. Отношения мужчины и женщины. Но в государственных делах нельзя этого делать. Эта наивность нам мешает. Наивно поверили в идеи Маркса. Они хорошие. Но воплощать нужно только эволюционным путем. Как сегодня шведский социализм. Норвежский, финский, датский, голландский. Все в порядке. Социальная защищенность. Пособие пенсии выше у нас, чем многие хорошо оплачиваемые у нас люди. А у них это пособие по безработице. 700 евро, 900 евро. То есть социализм хорошая идея. И Сталин многое делал правильно. Вы даже объяснить не можете, что делал Сталин. Сталин бился всю свою жизнь с пятой колонной. Он ее видел в сторонниках Ленина. Всех уничтожил. Он ее видел в других местах. Троцкисты, бухаринцы. Всех уничтожил. Это правильно сделал. Ошибка. Зачем по крестьянам бить? По церкви, по интеллигенции, по армии. Та же белая армия могла быть с ним вместе. Раз нет царя, есть Ленин или Сталин. Зачем навязывать идеологию? Идеология может быть только изнутри. Вырастить. Вот очень много хорошего было при советской власти. Нужно сейчас плохое признать и, так сказать, помирить акт исторического примирения. И все-таки найти способы укрепить нашу валюту, наши финансы. И, естественно, хочется всех поздравить с Новым годом. Спасибо, Владимир Владимирович. Два выступления от фракции «Единая Россия». Ольга Юрьевна Батальевна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Завтра мы в третьем чтении будем вместе с вами рассматривать депутатский законопроект, который расширяет возможности регионов по обеспечению многодетных семей земельными участками. Россия – социальное государство, и особенно сейчас важно, чтобы все социальные обязательства исполнялись, чтобы ни одной из социальных обязательств не оставалось на бумаге, чтобы всеми правами, которыми обладают граждане с точки зрения социальной защиты, они могли пользоваться в полном объеме. Потому что сегодня это залог стабильности, сегодня это залог понимания уверенности в завтрашнем дне. И вот одна из таких гарантий, одна из таких возможностей, которые есть у многодетных семей, в настоящее время, к сожалению, буксует. Я говорю об обеспечении семей земельными участками. Это право многодетные семьи получили еще в 2011 году, а в дальнейшем при принятии майских указов президента, президент усилил эту норму, обязав регионы обеспечивать такие земельные участки подводом необходимой инфраструктуры. Потому что понятно, что земельный участок без света, без газа, без подведенной горячей холодной воды вряд ли в дальнейшем может быть использован для строительства на этом участке жилого дома. С чем мы столкнулись? С тем, что есть территории, где это право в полном объеме выполняется. В силу того, что там есть такие земельные участки. Но в то же время есть территории, особенно крупные города, где просто физически нет такого количества земельных участков, в котором нуждаются многодетные семьи. А многодетных семей у нас сегодня, я напомню, 950 тысяч, и в них воспитывается 3 миллиона 100 тысяч детей. В основном, конечно, это семьи с тремя детьми. Естественно, появилась проблема, связанная с тем, что, во-первых, семьям стали давать участки, непригодные для строительства жилого дома. Это были овраги, это были карьеры, это были земельные участки, освобожденные после свалок. Понятно, что начало нарастать социальное недовольство. Но даже те семьи, которые получили земельные участки, тоже столкнулись с рядом проблем. Во-первых, предлагали земельные участки в сельской местности. Для сада, для огорода, для какого-то такого приусадебного хозяйства, наверное, такой участок подходит. Но если в семье воспитываются дети, которые ходят в школу, в детский сад, понятно, что они не могут переехать вдруг в сельскую местность, принять для себя такое решение. Возникла и третья проблема. Многие наши семьи, многодетные, они относятся к категории малообеспеченных. И взять ипотечный кредит для того, чтобы построить на этом земельном участке дом, они тоже не могут в силу ограниченных финансовых возможностей. Поэтому, с одной стороны, право дали, с другой стороны, попробуйте этим правом в полной мере воспользуйся. Закон, который мы будем с вами в третьем чтении принимать завтра, дает возможность регионам предлагать, не навязывать, а предлагать многодетной семье в качестве альтернативы предоставлению земельному участку иные формы улучшения жилищных условий. Что это может быть? Это может быть единовременная денежная выплата. Это может быть льготный ипотечный кредит, когда бюджет берет на себя обязательства по уплате процентов или уплате первоначального взноса. Это может быть предоставление муниципального жилья на условиях социального найма. Вариантов много, и мы осознанно не стали в законе фиксировать набор таких возможностей, потому что мы видим, что исходя из развития регионов, из экономического потенциала, исходя из того количества многодетных семей, которые живут на территории региона, они готовы предложить разные варианты. Что важно? Важно, что право выбора остается за многодетной семьей. И только по ее согласию такую альтернативу ей могут предложить. Если же семья настаивает, как и прежде, на получении земельного участка, она по-прежнему остается в праве его получить. В этом смысле у нас появляется возможность улучшения жилищных условий многодетных семей не на бумаге, а на практике. Поэтому я надеюсь, уважаемые коллеги, а многие из вас являются соавторами этого законопроекта, что завтра мы этот законопроект с вами примем в третьем чтении, и тем самым выполним еще одно социальное обязательство, которое стоит перед многодетными семьями, и за которое мы с вами в ответе. Спасибо. Спасибо. Михаил Юрьевич Маркелов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, 15 декабря Россия вспоминала журналистов, погибших во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Эта дата была учреждена в 1991 году решением Союза журналистов России после того, как в сентябре во время кровавых событий в Югославии пропали без вести наши корреспонденты российского телевидения Виктор Нагина, оператор Геннадий Куриной. До сих пор судьба этих ребят неизвестна, неизвестно, как они погибли. Вот эта памятная дата была учреждена для того, чтобы мы не забывали, какой вклад сегодня вносят наши журналисты в развитие государства, развитие общества. Профессия журналиста была и остается одной из самых опасных в мире. Это общепризнанный факт. И начиная с 1993 года подвергались насилию более 140 наших журналистов самых разных изданий, самых разных печатных изданий, телевизионных каналов. Входят в этот список, к сожалению, и трагически погибшие ребята, которые погибали не на поле боя во время боевых сражений, а на улицах городов и в изданиях, в собственных изданиях. Давайте вспомним их. Это Владислав Листьев, Дмитрий Холодов, Лариса Юдина, Игорь Домников, Магомед Явлоев, Хаджимурат Камалов, Анастасия Бабурова. Список можно продолжать. Он будет неполным, но просто на это времени не останется. За каждым, надо помнить, из этих многих имён стоит огромная человеческая судьба, стоит судьба настоящих профессионалов своего дела, которые были истинными патриотами, любили нашу страну, нашу Россию. Вдумайтесь, в одном только лишь Дагестане от рук бандитов-экстремистов погибло 14 сотрудников средств массовой информации, самых разных средств массовой информации. Сейчас в Дагестане осуществляется сбор средств на мемориал в память о погибших журналистах. По данным Комитета защиты журналистов, в 2014 году в мире погибло 44 журналиста. Из них 10 человек погибло в Сирии, в Израиле 4, в Ираке 5, на Украине 6 из 6 пятеро наших ребят. Ещё раз вспомним именно тех, кто до последней минуты жизни бесстрашно выполнял свой профессиональный долг. Это лучшие люди, это цвет нашей нации. Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Миронов, Анатолий Клян, Андрей Стенин. Гибель этих людей заставляет сегодня не только государство участников ОБСЕ выполнять свои обязательства по реализации мер для защиты журналистов, находящихся в опасных профессиональных командировках, особенно в районах вооружённых конфликтов, но и нам, уважаемые коллеги, пришло время принимать изменения в закон о средствах массовой информации. И эти изменения уже внесены на рассмотрение палаты. Авторами законопроекта стали представители всех четырёх думских фракций в Государственной Думе. И я уверен, что в весеннюю сессию мы вплотную подойдём уже к принятию закона. Вы знаете, очень часто наши западные коллеги упрекают нашу журналистику в пристрастности, в такой поддержке государственной политики, а точнее государственной позиции. Но принцип беспристрастности, о котором говорят наши западные коллеги, западные СМИ, это кривое зеркало. Когда очевидные вещи не замечаются, а под предлогом свободы слова искажаются общественные устои и морали. Когда западные средства массовой информации подчёркивают свою толерантность, расхваливают выбор 12-летней девочки в Норвегии, которую выдают замуж за 40-летнего педофила. Когда в Донецке убивают детей, и они гибнут от снарядов-карателей, а западные СМИ преподносят это как трагическую случайность, как некие издержки войны. Да, коллеги, вот в таком контексте наша журналистика никогда не была беспристрастной. Наша журналистика – это всегда журналистика соучастия и сопереживания. И по-другому быть не может, особенно у тех ребят, которые сегодня отправляются в горячие точки и видят, как гибнут старики и дети. Они не могут оставаться безучастными. Вы знаете, наш менталитет – это менталитет освободителей, и мы воспитывались на хороших наших традициях. У нас есть своя школа, свои учителя, которые тоже прошли войну. Это Александр Твардовский, Константин Симонов, а не пропагандист «Псахи» и сочинители из Центрального разведывательного управления. Мы должны сегодня гордиться, что у нас выросла целая плеяда, целое поколение талантливых, молодых, очень честных журналистов. Вы знаете, я тоже горжусь тем, что в свое время меня свела судьба с теми людьми, с которыми приходилось в буквальном смысле слова делить хлеб в солдатских кунгах и в окопах мечтать о мире, когда были события в Чечне. Это Аркадий Мамонтов, Саша Хабаров, Саша Минаков, Саша Сладков, Евгений Баранов и многие-многие другие ребята, которые продолжают оставаться честными журналистами и выполняют свой профессиональный долг. Давайте им пожелаем долгих лет жизни и здоровья. Спасибо. Спасибо. Олег Анатольевич Нилов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, хотел говорить сегодня о послании президента Федеральному собранию, а приходится говорить о послании Центробанком всего нашего народа и всей нашей экономики, которое произошло вчера, сегодня. В воздухе пахнет не свечами и мандаринами. В воздухе отчетливо я чувствую, во всяком случае, отставку правительства и очень скорую, потому что при такой работе, при такой политике, прежде всего экономической политике, невозможно будет продолжать работу этому правительству. Вот с этого заявления я и хотел бы начать обращение к вам. Обращаюсь я с тем, чтобы, да, важную и нужную повестку из 72 пунктов сегодня, может быть, отложить на какое-то количество часов и поговорить о главном сегодня, вот об этих вопросах, вызвать сюда и Центробанк, и Минфин, и председателя правительства, потому что вопросы идут не к ним, вопросы к нам идут. Что происходит? Куда мы катимся с такой политикой? Вот с такими маневрами, понимаете, у них уже слова из военного лексикона, конечно же, да, объявлена война, мы понимаем, что это не их просто инициатива, но даже во время войны, значит, недопустимо совершать принятие таких решений без ведома. Без ведома государственные думы уж точно. Наверняка мне никто не ответит, почему вчера это произошло, почему сегодня это произошло. Так нельзя, господа правительства. А впереди еще у нас вот эти маневры налоговые, да, вот одного валютного маневра уже хватило, чтобы поставить на грань пропасти весь народ и всю экономику. Они еще налоговыми маневрами через бензин и энергоносители нас порадуют, в кавычках. Поэтому не сегодня, так завтра, не завтра, в четверг я предлагаю созвать внеочередное заседание Государственной Думы вместе со всем правительством, для того, чтобы во всяком случае мы задали вопросы и хотя бы мы понимали, что происходит, какой курс, закрытая, в принципе, чего нам скрывать. Если будут закрытые вопросы, мы их зададим, но я бы как раз хотел, чтобы народ услышал из их уст ответы на все эти вопросы. Да, есть предложение начать работу над бюджетом 2015 года. Всем сегодня понятно, что этот бюджет уже не работающий, нереальный. Поэтому, Сергей Евгеньевич, я предлагаю не объявлять никаких каникул, ни Государственной Думы, ни тем более правительству. Правительству вообще ни каникул, ни выходных, ни Нового года стакан чаю и опять работать и работать над бюджетом 2015 года, над законами, которые необходимы для того, чтобы этот бюджет стал реалистичным. Не нравятся наши предложения. Мы их делаем и просто их никто не замечает. Вот буквально несколько дней назад закон о валютном регулировании внесен. Вот если не этот закон, то что может помочь сегодня Центробанку? Пусть они скажут нам. Если не отмена 124 инструкции ЦБ, по которой 20% во всех банках должно храниться в валюте. Почему в валюте американской и европейской, а не в белорусских рублях? Это что за лоббирование интересов западных стран, которые нас как раз и душат в объятиях этой блокады сегодня? Ну и, конечно, выборы ЦБ раз в пять лет мы погорячились, наверное, коллеги. Наша фракция предлагает проводить, но если не ежегодно, то как минимум раз в два года с отчетом. И вот этот отчет, будьте любезны, Эльвира Набиулина, представьте нам по итогам этого года. Мы готовы работать еще неделю и послушать вас с этим отчетом, с ответами на все вопросы. Дальше, фас. Вот этот фас превратился уже в фарс, потому что без пинка президента ни шлагу, ни слова. А господин Артемьев чем занимается? Недавно он засветился тем, что откровенно лоббировал продвижение водки и табака в палатки и ларьки. Вы понимаете, что это происходит? Это значит, весь фальсификат опять вернется на наши улицы и будет бесконтрольно распространяться по стране в такое тяжелое время. Конечно, бензин, конечно, продукты, лекарства, ЖКХ и транспорт. Вот закон о гарантиях, который нужно принимать, чтобы рост цен на эти ключевые необходимые для жизни товары и услуги был зафиксирован не выше той инфляции, которая заложена в бюджете. Я напомню, это 1% в месяц. А так ли это происходит? Поэтому вот этот фас или этот фас новой, компания по борьбе со спекуляцией должна быть организована. Это главное, что нужно сделать. Не так даже страшен вот этот уровень роста курса валют, страшны цены. Потому что 80% наших людей никогда не держали в руках ни доллар, ни евро. А вот цены, они будут разогреты. Потому что вчерашним решением принято решение, что да, вопрос с импортозамещением решен. Никаких импортных продуктов при таком курсе доллара и евро просто не будет в ближайшие месяц-два на наших прилавках. Во всяком случае, для этих 80% населения они будут в отдельных магазинах с четырьмя нулями ценниками. Ну и теперь все-таки несколько слов о послании президента, где Владимир Владимирович произнес, на мой взгляд, самый главный тезис, который, во всяком случае, я ждал многие годы. Он, наконец, назвал коррупционеров и казнокрадов, которые, правда, запускают свою волосатую лапу в оборонный бюджет террористами. И, соответственно, все действия по отношению к этим врагам должны быть аналогичные. То есть отсечение этой волосатой, образно говоря, руки с конфискацией имущества. Я хочу продолжить эту логику, а та лапа волосатая, которая в гражданский бюджет забирается и десятками процентов бюджета всех уровней разворовывает, ее разве надо гладить? Поэтому, конечно, нужно срочно принимать закон, и он уже готов, он уже внесен в поддержку и обеспечение этого тезиса. Конфискация имущества должна быть возвращена в Уголовный кодекс в виде отдельных законов, во всяком случае, за коррупцию и казнократство. Военное время, да, пусть экономическая война, но она объявлена по законам военного вот такого времени. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас прошу, поддержите предложение президента и дайте обеспечение нашим силовикам, чтобы они наводили порядок и возвращали деньги, многомиллиардные суммы в долларах в казну России. Теперь о самой этой сабле, этой шашке секущей, которая должна рубить эти волосатые руки. Конечно, надо с этого начинать. Не секрет, что любой закон, справедливый, жесткий, сегодня не работает. По причине того, что сабелька-то у нас немножко заржавела, да и не рубит ничего. Или рубит только в интересах самого, кто ею обладает. Поэтому, конечно, нужно наводить порядок в этой архиважной, особенно в военное время, структуре. И это должен быть вот такой СМЕРШ по борьбе и с казнокрадами, и с коррупционерами, и с пятой колонной. Без этого нам порядка не навести. И, конечно, их ответственность должна быть еще более строгой. Потому что, не дай бог, эта сабля попадает в руки оборотня в погонах. Это, я считаю, наибысшее преступление, которое, конечно же, должно караться максимальной ответственностью по срокам тюремным и без всякого условно-досрочного освобождения. И не просто сидеть в варежке и точать. Хватит уже вот таким образом наказывать и оборотней, и преступников, и бандитов. Дороги строить, вот где колоссальный потенциал. Дороги чистить от снега. Работать нужно всей этой армии жуликов, воров и преступников. Ну и для этого, конечно, я готов предложить и соответствующие законопроекты. Если нужно, как раз вот, чтобы не упрекали, что вот депутаты говорят, говорят, значит, а сами отсиживаются в теплых креслах. Нет. Готов быть мобилизован и призван для борьбы вот с этим всем злом, с этой колонной врагов, преступников и изменников Родины. Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич. Вернемся к повестке. Есть ли вопросы? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Иван Агнатольевич, Никитичук. Спасибо, Сергей Евгеньевич. 65-й вопрос. Просим рассмотреть в сокращенном варианте. Спасибо. Спасибо. Николай Алексеевич Коломейцев. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. После черного вторника 1998 года была создана комиссия совместная Совета Федерации и Государственной Думы, которая проанализировала причины, назвала виновных и некоторым запретила занимать государственные должности. После 2008 года кризиса была создана программа антикризисных мер и были даны дополнительные полномочия правительству. Сегодня мы поступаем, как будто ничего не производит. Я все-таки предлагаю, вот то, что звучало с трибуны, пригласить, может быть, на закрытое заседание, может быть, на открытое, председателя правительства, председателя Центробанка, председателя счетной палаты, которому мы дали полномочия контролировать, в том числе и Центробанк, о мерах, принимаемых этими тремя структурами по восстановлению дееспособности страны. В противном случае мы будем банкротов в ближайшее время. Спасибо. Спасибо. Андрей Викторович Руденко. Спасибо, Сергей Евгеньевич. По просьбе авторов пункта 60 и 61 перенести на январь. Спасибо. Александр Ельциненко. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, прошу 45-й вопрос сегодняшнего порядка заседания Государственной Думы перенести на пятницу. Это первое чтение правительственного законопроекта о внесении изменений в статью 96-ю федерального закона об образовании в Российской Федерации. Спасибо. Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, прошу вопрос 22-й поменять докладчика. Докладчиком будет Вяткин Дмитрий Федорович. Спасибо. Галина Петровна Хованская. Уважаемый Сергей Евгеньевич, я прошу пункт 37-й перенести на январь и провести публичное служение. Речь идет о серьезнейшем вопросе об упрощенном порядке изъятия земельных участков. Там серьезные изменения в Гражданский кодекс, в Жилищный кодекс, которые не обсуждались на публичных слушаниях. Прошу перенести. Спасибо. Спасибо. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, прошу вопрос 19-й при рассмотрении во втором чтении. Голосование по второму чтению поставить сразу после рассмотрения вопроса. Спасибо. Спасибо. Владимир Степанович Романов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, у нас в повестке 40-й и 41-й пункты связаны с Крымом и Севастополем. Принципиальная линия обозначена, никаких колебаний нет. Но я полностью поддерживаю прозвучавшее здесь предложение осознать, что ситуация нетерпима, приглашает вам в неочередном порядке в четверг или пятницу председателя правительства и председателя Центробанка и детально разбираться, что происходит со стороной, как мы будем рулить. У нас нет колебаний, что Россия должна собрано действовать и решительно волю проявлять. Но нужны профессионально грамотные шаги, а не просто какая-то качалка в либеральном духе. Заур Долхатович Геккеев. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, предлагается 68-й вопрос в повестке дня рассмотреть по сокращенной процедуре. 68-й сокращенной. Сергей Анатольевич Гаврилов. Уважаемый Сергей Геннадьевич, по пункту 43-44 просим с докладчиком выступить Чиньяскина Сергея Викторовича. Спасибо. Виктор Алексеевич Казаков. Пункт 70-71. Прошу рассмотреть по упрощенной схеме. Заявления авторов имеются. Уважаемые коллеги, просьба 29-й вопрос поставить под номером 20 и также, чтобы был час голосования, потому что это законопроект необходимо принимать сегодня. Все. Спасибо. Так, коллеги, нет возражений по сокращенной процедуре. Прошу письменные предложения коллег рассмотреть и при необходимости вынести на заседание совета. Так, просьба перенести 60-й и 61-й вопрос. Нет возражений. Также 45-й. Замена докладчика по 22-му. Соглашаемся. 37-й предложение перенести. Нет возражений. Нет, нет, нет. 37-й Шакума нам. А, прошу предложения. Мартин Литянович Шакума по 37-му вопросу. Прокомментируй, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, 37-й вопрос полностью готов, и я не вижу никаких оснований снимать его с повестки. Спасибо. Ставлю предложение Галины Петровны Хованской на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Предложение отклоняется. 19-й и 20-й вопрос. Предлагается рассмотреть и после рассмотрения сразу проголосовать. Нет возражений? И 29-й поставить на позицию после 19-го. Так. И замена со докладчиков по вопросу 43-44. Принимается. Ставлю на голосование в целом. Включите режим. Покажите результат. Повестка принимается в целом. По ведению Владимир Владимирович Бортко. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый президент, коллеги и друзья. Война не всегда ведется при помощи пушек. Ибо смысл войны – это изменить политику противника, заставить его принять свою. Нашей стране объявлена война. Владимир Владимирович, по ведению скажите что-нибудь. По ведению включить. Я прокомментировал это. Спасибо. Коллеги, начинаем работать по повестке. Второй вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в часть 2-ю Налогового кодекса Российской Федерации. Геннадий Васильевич Кулик. Третье чтение. С места. Закон готов для принятия в третьем чтении. Прошу поставить на часть голосования и поддержать. Нужный закон, особенно в это время. Спасибо. По мотивам будут выступления? Прошу записаться на выступление по мотивам. Выносим на часть голосования. Третий вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 8-ю Федерального закона о национальной платежной системе. Руслан Крайнович Тихонов. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данный законопроект прошел все необходимые экспертизы, замечаний не имеются и готов к принятию в следующем чтении. Комитет предлагает принять его в третьем чтении. Спасибо. Будут ли выступления по мотивам? Нет. Выносим на часть голосования. Четвертый. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России. Наталья Викторовна Бурыкина. Уважаемые коллеги, данный проект прошел все экспертизы. Прошу поддержать принятие его в третьем чтении. Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на часть голосования. Пятый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 665, части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон о финансовой аренде. Игорь Николаевич Руденский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект прошел все экспертизы. Готов к принятию в третьем чтении. Прошу поставить на часть голосования. Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на часть голосования. Шестой. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 11 федерального закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Резван Данилович Курбанов. Резван Данилович Курбанов. Принят федеральный закон. Спасибо. Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на часть голосования. Седьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в законы Российской Федерации о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Владимир Николаевич Пригин. С места. Микрофон. Уважаемый Сергеевич, уважаемые коллеги, законопроект прошел все экспертизы. Просим принять третьим чтением. Спасибо. Спасибо. Будут ли выступления по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Восьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в статье 27 федерального закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Владимир Николаевич Пригин. Уважаемый Сергеевич, уважаемые коллеги, законопроект прошел все экспертизы. Просим принять третьим чтением. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Девятый. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России. Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект прошел все необходимые экспертизы. Просим принять третьим чтением. Спасибо. Спасибо. Будут ли выступления по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Десятый. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности и дорожного движения. Вячеслав Иванович Лысаков. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект подготовлен к третьему чтению. Просьба поддержать в целом. Уважаемые коллеги, уважаемые граждане России, не пейте за рулем и пристегивайтесь. Спасибо. Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Одиннадцатый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса России. Виктор Витальевич Пинский. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, закон полностью подготовлен к рассмотрению в третьем чтении. Просьба поддержать. Спасибо. Спасибо. Будут ли выступления по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Двенадцатый. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий. Виктор Витальевич Пинский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, закон подготовлен к рассмотрению в третьем чтении. Просьба поддержать. Спасибо. В наступлении по мотивам нет. Выносим на час голосования. 13-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах. Николай Фёдорович Герасименко. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект прошёл правовую лингвистическую экспертизу. Замечаний нет. Комитет просит поддержать в третьем чтении. Спасибо. В наступлении по мотивам нет. Выносим на час голосования. 14-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 федерального закона об оружии, федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации. Игорь Александрович Ананских. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект прошёл правовую лингвистическую экспертизу и полностью готов к принятию в третьем чтении. Прошу поддержать. Спасибо. В наступлении по мотивам нет. Выносим на час голосования. 15-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 47 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Андрей Иванович Колесник. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, вашему вниманию предлагается закон в третьем чтении, принятый во втором чтении 9 декабря 2014 года. Замечаний правового лингвистического характера не имеется. Прошу вас поддержать комитет, принять закон третьим чтением. Спасибо. Будут ли выступления по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. 16-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 и 14 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Леонид Леонидович Левин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, закон проект прошел необходимую правовую лингвистическую экспертизу. Замечаний правового управления не имеет. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо. Будут ли выступления по мотивам? Есть. Да, прошу записаться в секретариате. Выносим на час голосования. 17-й вопрос о федеральном законе о внесении изменений в статью 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Сергей Юрьевич Фабричный. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые коллеги, по результатам заседания Согласительной комиссии подготовлен единый текст федерального закона о внесении изменений в статью 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Текст, принимаемый и нашей рабочей группой, и рабочей группой Совета Федерации. Принципиально важно отметить, что выработанный компромиссный вариант поддерживается Верховным судом Российской Федерации. Правовое управление Государственной Думы к редакции предлагаемой Согласительной Комиссии замечаний правового лингвистического и юридико-технического характера не имеет. В этой связи мы предлагаем принять данный законопроект в редакцию Согласительной Комиссии и направить его в Совет Федерации. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. Далее рассматриваем законопроекты второго чтения. 18 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о статусе столицы Российской Федерации и федеральный закон о судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации. Владимир Александрович Паневежский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект подготовлен к осмотрению второго чтения, заключение правового управления на тех законопроект получено, представлено в материалах законопроекта. Прошу принять во втором чтении. Владимир Александрович, по третьему чтению у вас предложения будут? Да, если возможно. Законопроект также подготовлен к осмотрению третьего чтения. Прошу принять. Спасибо. Выносим на час голосования. 19 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации. Владимир Александрович Паневежский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в материалах законопроекту представлена одна таблица поправок, рекомендованная комитетом к принятию. Все поправки носят исключительно юридико-технический характер и предполагают объединение нескольких статей. Прошу проголосовать за таблицу поправок. Спасибо. Есть ли вопросы по таблице поправок? Нет. Ставлю таблицу на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Владимир Александрович, предложение по третьему чтению. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, прошу в случае одобрения в втором чтении проголосовать и в третьем. Спасибо. Коллеги, будут ли выступления по мотивам перед третьим чтением? Нет. Ставлю на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Объявляю часть голосования и ставлю на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Результат. Принимается во втором чтении. Выступлений по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Далее, 29-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившему силу отдельных законодательных актов в положении законодательных актов Российской Федерации. Наталья Викторовна Бурыкина. Уважаемые коллеги, к данному законному проекту поступило 29 поправок. Из них в таблице номер 1 находятся 16 поправок, которые комитет рекомендует принять. А в таблице номер 2 находятся 13 поправок, которые комитет рекомендует отклонить. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Спасибо. Покажите результат. Таблица поправок номер 1 принимает. Если вопросы по второй таблице нет, ставлю на голосование. Включите режим голосования. Спасибо. Покажите результат. Таблица поправок номер 2 также принимается. Ставлю на голосование законопроект во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект принят во втором чтении. Будут ли... Наталья Викторовна. Уважаемые коллеги, так как вами поддержан законопроект во втором чтении, также предлагаем проголосовать ему в третьем чтении. Замечаний правового лингвистического характера не имеется. Спасибо. Будут ли выступления по мотивам? Нет. Нет. Ставлю на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. В третьем. В третьем чтении, прошу прощения. Голосуется в третьем чтении. Спасибо. Покажите результат. Закон принят. Двадцатый вопрос. Проект федерального закона о приостановлении действия пункта 1 статьи 3 федерального закона о судебных приставах в части требования о необходимости иметь высшее юридическое или экономическое образование при назначении на должность судебного пристава исполнителя. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемый Сергей Григорьевич, уважаемые коллеги, таблица поправок 1, одна поправка технического характера. Просим утвердить таблицу 1. Спасибо. Спасибо. Если вопрос к единственной поправке, нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Спасибо. Владимир Николаевич, предложение по третьему чтению, но без голосования. Уважаемый Сергей Григорьевич, уважаемые коллеги, в случае принятия законопроекта во втором чтении просим принять его в третьем. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Выносим на час голосования. 21 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 6 федерального закона о гражданстве Российской Федерации. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемый Сергей Григорьевич, уважаемые коллеги, две таблицы в первой, две поправки к принятию во второй, одна к отклонению. Просим утвердить таблицу 1 и 2 и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Спасибо. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли замечания к единственной поправке, предложенной к отклонению? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Да, коллеги. Да. Как предложено к отклонению? Нет. Таблицу. Таблицу, да. Таблицу, да. Таблицу, все правильно. Да, да, да. Покажите результат. Таблица номер 2 также принимается. Спасибо. Выносим на час голосование. 22-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дмитрий Федерации об административных правонарушениях. Дмитрий Федерации об административных правонарушениях докладывает. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, к законопроекту поступило 5 поправок. Все они рекомендованы к принятию. Просим утвердить таблицу поправок единственную и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли замечания по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Выносим на час голосования. 23-й проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Дмитрий Федорович, Вяткин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, к данному законопроекту поступило также 5 поправок. Все они рекомендованы к принятию. Просим утвердить таблицу поправок и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Спасибо. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Выносим на час голосования. 24-й проект федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации. Сергей Васильевич Сапко. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты. Сегодня мне выпала судьба представить вам на рассмотрение итог трех месяцев достаточно серьезной и внимательной работы большого коллектива депутатов, членов Совета Федерации, сотрудников Министерства промышленности и торговли, а также рабочие группы, в которые входили и представители различных отраслей промышленности. Все эти мероприятия позволили нам подойти ко второму чтению с существенными доработанными вариантами тех статей, которые были у нас при первом чтении законопроекта. В результате все это вылилось вот в такой труд. Доработанный законопроект на сегодняшний день уже не является тем базовым или рамочным, как мы говорили при обсуждении первого чтения законопроекта о промышленной политике. Этот законопроект уже закладывает впервые в России системный подход в управление промышленностью. И система будет опираться на продуманную и исчерпывающую государственную информационную систему промышленности, позволяющую принимать решения по вопросам формирования и развития промышленной политики и вовремя учитывать возникающие разноплановые угрозы. Именно эта информационная база будет способствовать разработке государственной стратегии развития промышленности в соответствии с федеральным законом о государственном стратегическом планировании в Российской Федерации и принятие государственных программ, реализующих ее положение. Имея данные документы, мы с вами будем иметь более полное и объективное представление, какие у нас будут на планируемый период приоритеты в развитии отраслей промышленности и каким должен быть эффективный набор мер их поддержки. А это значит, что очередной федеральный бюджет в части финансирования и развития промышленности будет более прозрачен для Федерального собрания и счетной палаты, которые через поправки в законопроект стали участниками формирования и реализации промышленной политики. Для достижения целей, поставленных в стратегических документах и программах, законопроект предлагает широкий набор мер, включающих меры финансовой, информационной, кадровой и внешнеэкономической поддержки. Мощным инструментом привлечения инвестиций в промышленность будет являться специализированный инвестиционный контракт на условиях, выгодных прежде всего инвестору. Все эти меры поддержки невозможно будет реализовать без создания рыночных источников их финансирования и управления. Этот инструмент реализован в законопроекте через создание государственных фондов развития промышленности, осуществляющих финансовую поддержку организации промышленности и в том числе в форме займов, грантов, взносов, уставной капитал, а также лизинга. В свете данного законопроекта по-другому уже видится участие Государственной Думы в рассмотрении государственных программ. Сергей Евгеньевич, извините, по таблицам несколько комментариев с Вашей стороны. Да, конечно, конечно, Сергей Евгеньевич. И более понятным становятся цели и задачи выбора направлений и мер поддержки предприятий промышленности. В связи с этим хочется выразить признательность всем, кто участвовал, депутатам и членам Совета Федерации. Всего поступило в Комитет 235 поправок. Из них от депутатов 153, членам Совета Федерации 50, от субъектов Российской Федерации 32 поправки. 22 были отозваны в ходе работы над законопроектом ко второму чтению. В итоге в таблицу на принятие внесено 93 поправки, в таблицу на отклонение 120 поправок. Все вызваны наибольший интерес при доработке статьи, учтены. Это и термины, и цели, и задачи. Совет по промышленной политике, специальный инвестиционный контракт, преференции и так далее. К сожалению, не все поправки мы были вынуждены учесть. И необходимо отметить, что законопроект ко второму чтению претерпел одно очень существенное изменение по сравнению с первым. Это исчезла статья, говорящая и определяющая, что такое Совет по промышленной политике при президенте. За несколько этапов дискуссии с государственным правовым управлением администрации президента мы пришли к выводу, что в законопроекте эта статья убирается, а эта норма будет разрабатываться при подготовке указа президента. Сергей Алексеевич, спасибо. Давайте перейдем к рассмотрению поправок. Нет возражений у вас? Коллеги, есть ли вопросы по таблице поправок номер один? Нет. Нет. Ставлю на голосование таблицу. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок номер один принимается. Есть ли замечания по второй таблице? Нет. Нет. Ставлю таблицу номер два на голосование. Включите режим. Покажите результат. Вторая таблица также принимается. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, законопроект прошел все необходимые процедуры, получены все заключения и готов ко второму и к третьему чтению. В случае принятия во втором чтении я прошу Палату принять законопроект сегодня и в третьем чтении. Спасибо. Выносим на час голосования. Сергей Алексеевич, спасибо за скрупулезную работу над подправками. Следующий, 25-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 223 Уголовно-пуциального кодекса России. Александр Александрович Ремесков. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Напомню, этот законопроект разработан в целях изменения существующего порядка обжалования судебного решения по уголовному делу суде Кассационной станции. Принят в первом чтении 17 октября 2014 года. За это время поступило всего две поправки. Носят они юридико-технический и редакционный характер и предлагаются комитетом к принятию. Поэтому прошу поддержать данные поправки. Спасибо. Спасибо. Есть ли замечания по таблице? Нет. Ставлю таблицу номер 1 на голосование. Покажите результат. Таблица по праву принимается. Александр Александрович. Коллеги, предлагаем также рассмотреть данный законопроект и принять его в третьем чтении. Спасибо. Выносим на час голосование. 26-й. Проект федерального закона, внесение изменений в статью 7 федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними статью 14 федерального закона о государственном кадастре недвижимости. Сергей Юрьевич Фабриевич. Уважаемый Сергеевич, уважаемые коллеги, к данному законопроекту поступило три поправки. Они сведены в таблицу номер 1 и предлагаются комитетом к принятию. Спасибо. Есть ли вопросы по таблице номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Пожалуйста, Сергей Юрьевич. Прошу включить данный законопроект в проект порядка работы для рассмотрения в третьем чтении на завтра, 17 декабря. Спасибо. 27-й вопрос. Проект федерального закона, внесение изменений в статью 19 федерального закона о введении в действие части 1 Гражданского кодекса России. Виктор Витальевич Пинский. Уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые коллеги, данный закон мы принимали в первом чтении 9 декабря этого года. Ко второму чтению в законопроект добавлен особый срок для перерегистрации крестьянских и фермерских хозяйств. Изменения, вносимые в законопроект в окончательной редакции, у нас сформулированы в поправке, которая роздана в зале. Она рекомендуется к принятию. Поправка же, которая у нас есть в материалах и в таблице, имеющейся в материалах, не совсем точна, и мы рекомендуем ее отклонить. Таким образом, мы просим проголосовать вопрос об отклонении поправки из таблицы поправок номер 1, и затем проголосовать за принятие поправки, которая роздана в зале. Спасибо. Итак, вы предлагаете единственную поправку вынести на отдельное голосование и ее отклонить из таблицы. Итак, кто за то, чтобы принять единственную поправку из таблицы поправок номер 1, предлагаемую профильным комитетом к отклонению, включить режим голосования? Покажите результат. Поправка отклоняется. Ставлю на голосование розданную в зале поправку. Включите режим голосования. Спасибо. Уважаемые коллеги, если закон будет принят во втором чтении, комитет просит принять его в третьем чтении. Спасибо. Выносим начат голосования. 28-й вопрос. Повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в законы Российской Федерации о частной детективной и охранной деятельности Российской Федерации. Анатолий Борисович Выборный. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. При подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 8 поправок. Все эти поправки включены в таблицу поправок, подлежащих принятию. Просим утвердить таблицу поправок и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли замечания по таблице поправок номер один? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Выносим на час голосование. 29-й вопрос нами рассмотрим. Следующий. 30-й. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о несостоятельности и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника. Сергей Викторович Чиндязкин. С места. С места, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, этот законопроект имеет большую важность для обеспечения финансового положения граждан, у которых есть просроченные потребительские кредиты. Проект закона был принят в первом чтении в ноябре 2012 года. Над вторым чтением работа велась два года. В таблицу номер один поправок, рекомендуемых к принятию, включена 231 поправка. В таблице номер два поправок, рекомендую к отклонению, 115. Комитет просит утвердить таблицу номер один принятых поправок за исключением поправки 228. Вместо этой поправки в зале роздана поправка депутатов Гаврилова и Чиндязкина. Комитет просит утвердить таблицу и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Кроме поправки 228, есть ли другие предложения по отдельному обсуждению поправок из таблицы номер один? Ставлю на голосование таблицу номер один без поправки 228. Включите режим голосования. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Было предложение 228 поправку отклонить. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. 228 поправка отклонена. Вместо нее в зале роздана поправка, предлагаемая к принятию. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Поправка принимается. Есть ли замечания по второй таблице? Нет. Ставлю таблицу номер два на голосование. Включите режим. Покажите результат. Покажите результат. Микрофон, пожалуйста. На 19 декабря в третьем чтении тогда, если в случае принятия во втором. Спасибо. Выносим на сейчас голосование. 31 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России. Сергей Анатольевич Гаврилов. Уважаемые коллеги, ко второму чтению подготовлены поправки, которые предусматривают повышение ответственности прозрачности процедуры нотариата, повышение эффективности внесения в реестр о банкротстве, а также снижение тарифов для населения соответствующих процедур, которые осуществляет нотариат. Таблица номер один. Поправок рекомендуют принятие к второму чтению состоит из 12 поправок. Отклоненных поправок к законопроекту нет. Комитет просит утвердить таблицу принятых поправок и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы по таблице поправок? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Сергей Анатольевич. Уважаемые коллеги, в случае принятия законопроекта во втором чтении комитет просит включить его осмотрение в третьем чтении в порядок работы Государственной Думы на 19 декабря. Спасибо. Выносим на час голосование. 32-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Резван Далиналович Курбанов с места. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, рассматривая законопроект прошло все необходимые экспертизы, готовы принять рассмотрение во втором чтении. В ходе доработки ко второму чтению на законопроект поступили две поправки. Одна из них размещена в таблице поправок, рекомендованных к принятию. Ко второй поправке у автора поправки есть дополнение. Комитет рекомендует принять таблицу рекомендованных к принятию законопроект во втором чтении, а по поправке рекомендованных к отклонению есть. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице, содержащей единственную поправку? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. По второй таблице. То есть исключить из таблицы номер 2, вынести на отдельное голосование и принять данную поправку в связи с тем, что она действительно уточняет перечень государств, в которых с учетом требований настоящей статьи возможно направление паспорта гражданина Российской Федерации почтой. То есть это касается зарубежных государств. Итак, ставлю на голосование единственную поправку из таблицы поправок номер 2. Владимир Николаевич Плигин, как автор поправки, предлагает поправку принять. Данное предложение ставлю на голосование. Включите режим. Если вынести из таблицы, то мы тогда таблицу оставшуюся поправок в голосовании. А у нас там нету. А у нас там нету ноль. Ну как-то это... Покажите результат. Поправка принимается. Спасибо. Тридцать третий вопрос. Проект федерального закона внесения изменений в статью 13 федерального закона о правом положении иностранных граждан Российской Федерации. Резван Данилович Курбанов. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, рассматривающий законопроект прошел также все необходимые законопроектные процедуры для его сегодняшнего рассмотрения. В ходе доработки законопроекта ко второму чтению поступили две поправки, размещенные в таблице поправок, рекомендованных комитетом к принятию. На основании изложенных комитет рекомендует принять таблицу поправок, рекомендованных к принятию и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица принимается. Выносим на час голосования. 34-й. Проект федерального закона об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районов судов Республики Саха-Якутия. Тамерлан Кимович Агузаров. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, на законопроект поступила одна поправка, рекомендуемая комитетом к принятию. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. Есть ли замечания по поправке? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Поправка принимается. Законопроект выносим на час голосования. Следующий, 35-й. Вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об особенности функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, данный закон касается определения источника финансирования строительства и эксплуатации новых генерирующих объектов на территории Крымского федерального округа и Калининградской области. При доработке ко второму чтению поступило 6 поправок, которые комитет предлагает к принятию. Просим проголосовать и поддержать данное решение. Спасибо. Есть ли вопросы по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Выносим на час голосования. Спасибо. 36-й вопрос. Юрий Александрович, что Вы хотели? Нет. Просьба рассмотреть 19-го числа. Спасибо. 36-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Виктор Борисович Кидяев, пожалуйста. Уважаемый Сергей Геннадьевич, уважаемые коллеги, наш комитет представляет проект федерального закона номер 616.939.6. Проект принят в первом чтении 14 ноября. В проекту имеются 4 поправки, рекомендуем комитет к принятию. Все они уточняют процедуру перераспределения полномочий. Закон проекта прошел все необходимые экспертизы, замечаний нет. Комитет предлагает утвердить таблицу поправок и принять закон проект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Виктор Борисович, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект с учетом поправок прошел все экспертизы. Со стороны правового управления замечаний нет. Комитет подготовил закон к принятию. Предлагаем в случае принять во втором чтении сразу проголосать и в третьем чтении. Спасибо. Выносим начат голосования. 37-й проект федерального закона. Внесение изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты России. Мартин Александрович Шакум. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Законопроект принят в первом чтении 18 октября 2011 года. На законопроект поступило 52 поправки. Из них 37 поправок рекомендуется к принятию и 15 к отклонению. Комитет поддерживает законопроект и рекомендует принять его во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы по первой таблице? Галина Петровна Хованская, пожалуйста. Микрофон включите. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я прошу исключить из таблицы одобренных поправку номер 6 и поправку номер 12. 6, 12. Спасибо. Ставлю на голосование таблицу номер 1 без поправок 6 и 12. Включите режим. Покажите результат. Таблица принимается. Галина Петровна Хованская. Поправка номер 6. Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что изъятие земельного участка, находящихся на этом земельном участке объектов, это исключительная ситуация. К великому сожалению, в статье 56.4, содержащейся в этой поправке, предлагается разрешать вот это вот изъятие и с ходатайством обращаться в соответствующие органы в случае изъятия земельного участка для объекта регионального значения предусмотренного адресной инвестиционной программы. У нас теперь исключительной становится ситуация наличия адресной инвестиционной программы. Прошу поправку отклонить. Марсин Александрович, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, уважаемая Галина Петровна, значит, то, что объект находится в адресной инвестиционной программе, говорит о том, что фактически законодательное собрание при рассмотрении данного, значит, финансирование данного объекта, учло тот вопрос, что участок под данный объект будет изыматься. То есть, фактически на парламенте, на региональном законодательном собрании этот вопрос персонально обсуждался и было принято решение. Кроме того, это не какой-то любой объект. Это исключительно те объекты, которые входят в перечень объектов, возможных к изъятию. То есть, это исключительно объекты инженерной инфраструктуры и никакие другие. Спасибо. Ставлю поправку номер 6 на голосование. Включите режим. Спасибо. Покажите результат. Поправка принимается. Галина Петровна Хованская. 12-я поправка. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Поправка номер 12 – это изменение в жилищный кодекс, в 32-ю статью, радикально меняющая порядок изъятия. У нас не будет регистрации вот этого решения об изъятии. Кстати, вносятся поправки в гражданский кодекс, но я думаю, что комитет, может быть, по гражданскому законодательству об этом скажет. В выкупную цену у нас не включается то, что должно включаться по решению Верховного суда, компенсация за непроизведенный капитальный ремонт. И много других приятных вещей нам предлагают. Но, видимо, Мартин Александрович не знаком с решениями Верховного суда по поводу изъятия и сноса таких многоквартирных домов, потому что в 32-й статье идет речь о многоквартирных домах. Я прошу поправку отклонить. Мартин Александрович, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемая Галина Петровна, хочу сказать, да, конечно, мы сознательно не включили поправку за непроизведенный капитальный ремонт. И вообще за непроизведенный ремонт, который, может быть, планировал произвести гражданин и так далее. Поскольку эти средства не были потрачены, предусмотрены вопросы, связанные с компенсацией всех неудобств, связанных с переселением, рыночная оценка и так далее. Но то, что не было произведено, конечно, мы компенсировать не можем. Спасибо. Спасибо. Ставлю поправку на голосование. Включите режим. Спасибо. Покажите результат. Поправка принимается. Есть ли вопросы по таблице поправок номер 2? Нет. Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Спасибо. Покажите результат. Вторая таблица принимается. Выносим на час голосования. Спасибо, Марсин Литинькович. Что? Сегодня? Третье чтение? Нет. Тогда не надо. Спасибо. Достаточно. Тридцать восьмой вопрос. Проект федерального закона. Устав о дисциплине работников внутреннего водного транспорта. Евгений Сергеевич Москвичев. Сергей Игоревич. Там два закона проекта. Тридцать восьмой и тридцать девятый. Они о дисциплине водного транспорта и морского. Разрешите один доклад. Тогда я должен объявить и тридцать девятый. Проект федерального закона. Устав о дисциплине работников морского транспорта. Теперь, пожалуйста. Уважаемый Сергей Игоревич, уважаемые депутаты. Данные законопроекта были приняты Государственной Думой в первом чтении 15 октября 2008 года. В процессе подготовки законопроекта в процедуре второго чтения комитет привлек к работе ряд экспертов, включая представителей профсоюзов, работников морского и речного транспорта, а также судовладельцев. В ходе этой работы выявился ряд неустранимых противоречий законопроекта с положением Трудового кодекса Российской Федерации. К примеру, так увольнение за повторное совершение дисциплинарного проступка во всех отраслях народного хозяйства осуществляется в рамках порядка, установленных статьями 192-193 Трудового кодекса. При этом для увольнения работников по общему правилу наступление каких-либо негативных последствий не является обязательным. Также работник переводится на другую работу без согласия на год, что противоречит частям 1 и 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации. В результате проработки дальше всех вопросов правительство Российской Федерации за подписью «Приходько Сергея Эдуардовича» направило письмо в Государственную Думу о том, чтобы эти законопроекты снять с дальнейшего рассмотрения, как утратившие актуальность. Учитывая изложение, комитет рассмотрел на заседание и предлагает с этим согласиться и законопроекты отклонить. Прошу поддержать. Спасибо. Гарри Владимирович, будете выступать? Нет, Александр Юрьевич, нет. Выносим оба законопроекта на час голосования. Сорковой вопрос. В первом чтении рассматриваем проект федерального закона о внесении в мнение федеральный закон от 2 апреля 2014 года об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период. Докладывает представитель Государственного совета Республики Крым Сергей Анатольевич Трофимов. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, данный законопроект направлен на урегулирование вопросов деятельности акционерных обществ, которые были созданы по законодательству Украины и имеют местонахождение территории Республики Крым. В соответствии с частью 2.7 ст.14 Федерального закона номер 37 ФЗ об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период, переход прав собственности на акции имитента с номинальной стоимостью в рублях запрещается до истечения 6 месяцев после дня государственной регистрации Банком России отчета об итогах выпуска таких акций. На сегодняшний день фактически срок запрета на сделки с акциями со дня проведения собрания акционеров и принятия имитентом решения о выпуске акций в рублях до дня государственной регистрации Банком России отчета об итогах выпуска таких акций составляет до 6 месяцев. Этот период необходим для формирования реестра владельцев ценных бумаг регистраторам с целью законного соблюдения интересов и прав акционеров. Однако дальнейшее ограничение на сделки с акциями на 6 месяцев после дня государственной регистрации Банком России отчет об итогах выпуска акций увеличивает общий срок запрета на переход прав собственности на акции до 12 месяцев. Такой запрет более чем на 6 месяцев существенно ограничивает права владельцев на распоряжении своими акциями, приводит к резкому снижению инвестиционной привлекательности крымских предприятий и фактически блокирует рынок Республики Крым и город федерального значения Севастополя на этот период. Следует отметить, что по состоянию на 9 декабря 2014 года в Республике Крым прошли перерегистрацию 150 акционерных обществ из более 500 действующих. Всего числится более 800, но 300 они не сдают отчетность, поэтому фактически не действуют. При этом зарегистрировано Центральным Банком Российской Федерации только 20 выпусков и отчетов об итогах выпуска акций акционерных обществ, расположенных на территории Республики Крым, что составляет около 2% от числа действующих акционерных обществ. Просим вас поддержать представленный проект закона в первом чтении. Спасибо, Сергей Анатольевич. Присаживайтесь. Содокладом выступает Наталья Викторовна Бурыкина. Уважаемые коллеги, комитет поддерживает концепцию законопроекта, представленную докладчиком. В целом, понимая о том, что нужно повышать существенную привлекательность предприятий, зарегистрированных в Краму, полагаем, что данные ограничения на сегодняшний момент излишни. Однако, ко второму чтению нам хотелось бы добавить, что есть также вопросы, связанные с функционированием управляющих компаний и спецдепосидариев на территории Республики Крым. Поэтому в рамках второго чтения предлагается доработать данный законопроект с учетом вышесказанного. С учетом вышесложенного прошу поддержать данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Есть ли вопросы? Есть. Включите режим записи на вопросы. Скажите список. Федоткин Владимир Николаевич. Уважаемый Сергей Анатольевич, наверняка на территории Республики Крым есть акционерные общества, которые изначально были зарегистрированы на территории Украины, или, как говорят, в территории Украины, создавались по ее законам и отчитывались по законам Украины. Вот сейчас, если они сохранили свою украинскую принадлежность и регистрацию на территории Украины, но находятся территориально в Крыму, каким образом данный законопроект будет на них влиять и насколько юридически мы можем брать от них информацию, если они по отделу предельности находятся в Украине? Спасибо большое. Владимир Николаевич, за вопрос. На самом деле необходимо собрать собрание акционеров, чтобы провести соответствующие процедуры по переводу номиналов акций из гривны в рубли. И если акционерное общество желает войти в рамках правового поля Российской Федерации полноценно, оно может это осуществить в рамках этого закона. Но если акционерное общество хочет действовать на территории Республики Крым как иностранное акционерное общество, то это ничего абсолютно в этом плане не возбраняет заниматься такой деятельностью. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Нет. Выносим законопроект на час голосования. 41 вопрос. Проект федерального конституционного закона о внесении изменений в федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Докладывает Сергей Анатольевич Трофимов. Уважаемые депутаты Государственной Думы, в соответствии со статьей 5 договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым образований в составе Российской Федерации новых субъектов, со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образований в составе Российской Федерации новых субъектов, граждане Украины и лица безгражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя признаются гражданами Российской Федерации за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них или их несовершеннолетних детей иное гражданство, либо остаться лицами без гражданства. Однако следует отметить, что закрепление такой нормы на уровне договора не снимает вопросов относительно фактического наличия у лиц, признанных гражданами Российской Федерации, гражданства иностранного государства Украины, поскольку вопросы выхода из гражданства Украины могут быть урегулированы исключительно в рамках законодательного поля Украины. Законодательство Украины о гражданстве предусматривает достаточно сложную процедуру выхода из гражданства, в завершении которой издается указ президента Украины, и в современных политических условиях, в принципе, сложно представить возможность принятия данного документа. Все вышеуказанное напрямую влияет на эффективность функционирования на территории Республики Крым органов государственной власти и местного самоуправления, поскольку ситуация объективно сложилась таким образом, что практически все лица, которые замещают государственные должности, это 200 человек, находящиеся на государственной службе, около 12 тысяч человек, занимающие муниципальные должности, около 3 тысяч человек, находящиеся на муниципальной службе, около 4 тысяч человек, фактически нарушают законодательство, устанавливающие требования к лицам, находящимся на таких должностях. Указанные обстоятельства усугубляются дополнительным запретом иметь счета в иностранных банках, поскольку практически все лица, проживавшие на территории Республики Крым и города Севастополя, имели счета в банках Украины На сегодняшний день любые попытки, направленные на закрытие указанных счетов, блокируются банковскими учреждениями Украины В связи с этим Государственным советом Республики Крым внесена законодательная инициатива, направленная на устранение препятствий для нахождения в соответствующих должностях Просим вас поддержать данный законопроект в первом чтении Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Сергей Анатольевич Трофимов очень подробно доложил проект федерального закона, предполагающий внесение изменений в федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым И образование в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя Мы полагаем, что и первый и второй вопрос, которые были поставлены в законопроекте и в докладе Сергея Анатольевича, должны быть решены в том порядке, который предлагает данный законопроект Мы считаем, что его необходимо будет максимально сжатые сроки доработать для подготовки ко второму и третьему чтению Просим данный текст принять первым чтением Спасибо Спасибо, есть ли вопросы, коллеги? Нет, желающие выступить? Владимир Горькович Федоткин, пожалуйста Сергей Анатольевич, уважаемый, ко мне обращались неоднократно жители Крыма Вот проблема, о которой я буквально неделю назад выступал с этой трибуны Дело в том, что, сколько я знаю, в ваших паспортах украинских Есть специальный штамп, который разрешает проводить все операции торговые и остальные без наличия инвестиционного номера То есть не в электронном обычном виде Из-за этого некоторые граждане просто не хотят его менять Желая, тем не менее, оставаться российскими гражданами с полноценными правами Вот наличие этого статуса, старого паспорта с особым штампом, которого у нас в России нет Является ли препятствием для поступления в государственную или муниципальную службу? Или как в этом случае будет решаться? То есть человек россиянин, но паспорт прежний И из-за этого электронного номера он не хотел бы его менять Спасибо большое, Владимир Николаевич Вопрос на самом деле не такой однозначный В паспорте гражданина Украины не стоит отдельная штампика, который устанавливает тот или иной номер Этот номер идентификационный, он выдается налоговой службой И здесь он абсолютно на данный момент функционирующий, данный идентификационный код Поскольку есть определенные сложности, связанные с устранением вопросов по имуществу, которое находилось на территории Украины Здесь еще вопросы точно так же неоднозначны Отдельная категория граждан, которые признаны гражданами Российской Федерации, находятся на территории Республики Крым В силу определенных религиозных или иных признаков, они не хотят иметь данный код То есть в этом плане есть определенные обстоятельства, которые фактически будут препятствовать нахождению на соответствующих должностях Но это может быть урегулировано исключительно в рамках федерального законодательства Спасибо. Кто хотел бы выступить? Нет, желающих вносим на час голосования 42-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации Гарри Владимирович Минх Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы Президентом Российской Федерации внесен законопроект о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации Речь идем о совершенствовании уголовно-правового механизма противодействия преступлениям коррупционной направленности Хочу вам напомнить, что в настоящее время установлен в качестве одного из основных видов наказания За взяточничество и коммерческий подкуп штраф в размере до стократной суммы взятки При этом большинство осужденных, это порядка 89%, осуждаются за коррупционные преступления небольшой тяжести И там этот штраф является безальтернативным видом наказания Но такие размеры штрафа без возможности учета реальных имущественных параметров осужденных Приводят к тому, что исполнение наказания является крайне неэффективным И поэтому предлагается, во-первых, снизить минимальные размеры кратного штрафа Во-вторых, дополнить санкции указанных статей альтернативными видами наказания Что, на наш взгляд, позволит повысить и исполнение принятых решений, приговоров, вступивших в законную силу И обеспечит не только неотвратимость наказания, обеспечит также принципы справедливости И позволит нам реализовать и меры, связанные с предупреждением преступности Поэтому те инициативы, которые внесены президентом, направлены на это Кроме того, предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафа с 30 до 60 дней И увеличить срок рассрочки уплаты штрафа с 3 лет до 5 лет Кроме того, предлагается предусмотреть возможность наложения ареста на имущество Не только для обеспечения гражданско-правых претензий Но и для того, чтобы обеспечить исполнение наказания в виде штрафа уголовного Вот содержание той инициативы президента, которую я вам докладываю Прошу вас поддержать и проголосовать за принятие законопроекта в первом чтении Спасибо Спасибо Виктор Витальевич Пинский Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги Игорь Владимирович довольно подробно изложил суть изменений В некоторые законодательные акты Российской Федерации Я хотел бы сказать, что этот проект закона направлен на оптимизацию механизма Исполнения наказания за коррупционные преступления И, как уже было ранее сказано, речь идет прежде всего о таком наказании, как штраф Сейчас при назначении наказания в виде лишения свободы по статьям 290 и 291 Суть не имеет возможности как-то изменять размер штрафа Поскольку он назначается только в твердой сумме, кратной размеру взятки А не в интервале от и до Тем самым суд лишается возможности в этих случаях дифференцировать штраф В зависимости от обстоятельств дела, личности, виновного его материального положения И других обстоятельств дела А это в некоторых случаях ведет к тому, что не достигаются цели наказания Я не буду подробно говорить об изменениях, потому что Гарри Владимирович уже о них сказал Я хотел бы доложить, что концепция данного проекта комитетом поддерживается Мы можем полностью согласиться с тем, что принятие этого федерального закона Будет способствовать повышению эффективности исполнения уголовного наказания В виде штрафа достижения цели уголовного наказания в отношении лиц, которые совершили коррупционные преступления Отмечу, что отзывы правительства Верховного суда и правового управления положительные Комитет просит поддержать данный проект закона и принять его в первом чтении Спасибо Коллеги, есть вопросы? Нет Есть вопросы, прошу записаться Включите режим Покажите список Иван Константинович Сухарев Спасибо, Сергей Евгеньевич Действительно, проект федерального закона направлен на совершенствование уголовно-правового механизма Противодействие преступлениям коррупционной направленности И фракция ЛДПР, конечно, поддерживает это направление Практика назначения наказания за коррупционные преступления изменилась В связи с принятием ФЗ номер 97 федерального закона от 4 мая 2011 года Которым в качестве основного наказания за взяточничество и коммерческий подкуп Был установлен штраф в размере достократной суммы взятки Либо предмета коммерческого подкупа И, безусловно, конечно, коррупция – это прежде всего экономический ущерб для государства Который можно выразить в денежном эквиваленте Вопрос к Гарри Владимировичу Какой совокупный ущерб для экономики был нанесен совершением этих преступлений Таких, как взятка и коммерческий подкуп И какая сумма была возвращена после вступления в силу данного законопроекта? Конечно, сказать цифру, какой ущерб причинен этими преступлениями, практически невозможно Если же говорить о том, как исполняется тот вид наказания, о котором мы сегодня говорим То цифры достаточно разные, скажем так Но в целом речь идет о том, что это до 15-20% Тех размеров штрафов, которые выносятся в качестве обвинительных приговоров С точки зрения их исполняемости, цифра такая То есть, как мы с вами видим, эффективность этой меры Без вот этих индивидуализированных подходов Без учета того, о чем сказал Виктор Витальевич Она приводит к тому, что эти виды наказания реализуются крайне неэффективно Спасибо Олег Анатольевич Нилов Уважаемый Игорь Владимирович Конечно, мы поддерживаем лечение, пусть и медикаментозное, как я бы его образно назвал Раковые опухоли Но не пора ли переходить все-таки к операциям? И, например, как бы вы отнеслись к тому, чтобы поправкой добавить обязательную проверку законности происхождения всего нажитого имущества Вот этого коррумпированного чиновника, который вот пусть заплатит штраф, а потом докажет, что все, что нажито, в кавычках, непосильным трудом, нажито законно И продемонстрирует это в суде, если не докажет, ну, конфисковать это имущество Такой законопроект есть Может быть, его в виде поправки подать? Спасибо Ну, скажу откровенно, что предметно, безусловно, это другой законопроект, о котором вы говорите И поэтому скрестить ужас ежом можно, такие эксперименты делаются, но вряд ли мы получим тот результат, на который рассчитываем Если же говорить более серьезно, то хочу вам напомнить, уважаемые коллеги, что в настоящее время могу привести данные, ну, буквально с 2011 года Так как это, по сути, год, когда состав депутатов шестого созыва начал свою работу С 2011 года, в 2011 году было два крупных законопроекта внесены, они стали законами, посвященные теме борьбы с коррупцией И в последующие два года по три были внесены законопроекты, тоже стали законами, посвященные борьбе с коррупцией Хочу вам напомнить, это и контроль за доходами, это контроль за крупными расходами, это расширение круга лиц, которые подают сведения о своем имуществе и доходах за отчетный период И в текущем году, это уже третья законодательная инициатива по линии президента направленная на борьбу с коррупцией Поэтому мы эту беду с вами лечим сообща, и действительно, различные предлагаются меры Поэтому в достаточной степени нормативная база создана Ну и я думаю, что все разумные предложения, которые будут нам помогать в этом отношении, тоже будут рассматриваться, и мы их будем поддерживать Спасибо Александр Иванович Фокин, у вас вопрос или ошибочная запись? Спасибо Николай Васильевич Кламинцев Спасибо, извините, я не ту кнопку нажал Гарри Владимирович, вот когда принимался этот закон, мы вам говорили, что не будет он работать 100, 50, вот почему вы считаете, что если вы уменьшите количество штрафов, он начнет работать? Может быть нам применить все-таки итальянский метод или китайский с коррупционерами? Спасибо Ну, уважаемый Николай Васильевич, хочу вам сказать, что, к сожалению, и те меры, которые принимают наши коллеги в тех странах, о которых говорите они результата с точки зрения стопроцентного не дают Если же говорить о том, что вы предупреждаете о том, что это не будет работать, ну, хочу вам напомнить, что практически по всем инициативам, вносимых президентом Российской Федерации вы и ваши коллеги, они этот речитатив, в общем-то, повторяют Поэтому мы вас слушаем, но анализируем те аргументы, которые вы сказываете Если аргументы, на наш взгляд, разумны, мы их учитываем Если не очень, ну, тогда мы рекомендуем не рассматривать ваши предложения Поэтому здесь мы с вами движемся в одном направлении Спасибо, коллеги Время 12 часов, продолжим после перерыва А пока перерыв до 12.30 Продолжение следует... Продолжение следует...